День старта открытия нашего проекта «Петербургский стиль». И второе важное событие – это то, что сегодня у нас открытие выставки «Сны» Наташи Шалиной и Игоря Тишина. Ну и, извиняюсь, я бы сказала, у нас два события, но, оказывается, у нас три события важны, потому что это, можно заметить, по такому большому количеству людей в зале, потому что все пришли к Наташе. То есть третье событие – это само Наташа Красноярска. Ну и хотела бы кратко сказать о проекте «Петербургский стиль», который направлен на понимание и осознание, что же такое есть «Петербургский стиль» и существует ли он вообще. И, собственно, на этот вопрос мы будем отвечать на протяжении всего 2014 года. В этом нам помогут лекции, выставки, мастер-классы санкт-петербургских художников. Ну, а сегодня, как я уже говорила, у нас открытие выставки «Сны». Выставка «Сны», авторы ее – это Игорь Тишин и Наташа Шалина. Хотелось бы начать с Игоря Тишина. Как серьезно. Что-то серьезно. Об отсутствующем. А это говорят? Ну, потому что Наташа Шалина все расскажет свободно следующее. Ну, я могу, в принципе, и об Огреи сказать. Да, потому что Наташа Шалина, для тех, кто не знает, родилась Красноярске. А сейчас у нас долгое время живет в Санкт-Петербурге. Поэтому мы вдвойне рады, что мы идем в Петербург так же, как когда-то Наташа Шалинова. Спасибо. И немножко расшифрую. Для меня само вот создание работ и каких-то создания образов, ну, достаточно такой очень странный специфический процесс. В принципе, всю мою жизнь в искусстве можно назвать «Сном». Яркий представитель такой белорусской школы и в то же время с налетом такого уже, будем, европейского. Ну, европейский налет явно на нем присутствует. Полезно для молодых и остальных полезных. Выступка интересная, неожиданная и даже для меня, хотя я знала Наташу творчество. И то, что это сны, это понятно, в чем жены у такого не бывает. Вот я хочу тебе, Наташенька, с твоей души поздравить за твою смелость, за твое неустанное стремление сделать то, что тебе хочется. А все, что я думаю о том, что ты натворила, я тебе скажу, не дни. А я знаю, что вы мне скажете. Нет, ну, мне легче делать. Хорошо. Договорились? Договорились. Именно потому, что я очень люблю и нежно к тебе отношусь. Хорошо. Я, наверное, поздравляю тебя. Спасибо. Я думаю, что многие знают, какую фамилию Шарин. Те, кто не знают, узнают, я думаю, сегодня и полюбит один раз, именно всегда. Настоящий большой любовь. Это человек, у которого внутренний мир, он не просто такой могучий и кипучий. Несмотря на то, что она представляет питерскую школу нынче, все равно у нее в душе остался такой настоящий сибирский задор. Это видно в работах, это видно в таком ярком мироощущении. Мы и не могли бы представить, что Наталья Шарина видит черно-белые сны или какие-то грустные сны. В каждой работе такой динамики и экспрессии хватит на целую серию. Я думаю, смотри, Наташа, дальше свои замечательные сны. Радуй нас еще больше и больше. А в марте, милости, бросим в союз художников. Наташа будет делать еще один совместный проект, который будет не менее интересный. Я думаю, с каждым новым проектом у нас будет больше возможностей любить тебя все сильнее и сильнее. Много молодых ребят, молодежи. И я думаю, что, наверное, мой приезд, даже не наверное, а точно, каждый мой приезд в Красноярск, для меня это огромное событие. И, наверное, вот я этим и живу. Иногда врываюсь в мою любимую Сибирь. Вы знаете, я когда летела на самолете, и мы приземлялись в 6 часов, в 6 часов утра в Красноярск, в аэропорт. У нас очень был такой позитивный командир корабля. И вот он, когда говорил в микрофон, он знаете, что сказал? Очень-очень громким и радостным голосом он сказал. Мы начинаем посадку в самый красивый город Сибири, Красноярск. Представляете, впервые такое слышала от Капитана Кравля. Спасибо вам огромное за вашу любовь. Спасибо. 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 СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА КОНЕЦ 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 Продолжение следует...